Этот люк находится на улице Гоголя. Ширина ямы здесь 140 сантиметров. Если угодить сюда передним колесом, можно запросто оставить подвеску. Асфальт относительно новый, а колодцы просевшие. Люки на проезжей части явно требуют внимания после зимы. И этого не могли не заметить водители. Попадает. Вольно, конечно. Потом это в ремонт все обходится. Дороги с натяжкой на три балла, мне кажется. Да, вот есть определенные места, где, например, люк просто ниже, чем асфальт, гораздо сильнее находится. И замечал и на Малахово это, и на Павловском тракте бывает. Дорожники говорят, о проблеме известно. Асфальт действительно плохо перезимовал из-за перепада температур. Но к работам уже приступили. Раньше не позволяла минусовая температура. Более того, территория на проезжей части, где расположены люки, головная боль не только мэрии, но и подрядчиков, которые должны устранять проблемы в рамках гарантийных обязательств. Формируются предписания, и, соответственно, предписания направляются подрядчику. И подрядчик до 1 июня должен устранить все недостатки, которые выявляются в ходе обхода. Это такие, как и выбои на проезжей части, как раз просадка, как мы видим на данном участке. Где-то это продольные трещины. Всего в Барнауле более 60 тысяч колодцев. Тепловые, ливневые, те, где проходят телефонные сети и водопроводные. В одной из подрядных организаций нас заверили. Люки под присмотром. Даже если мы обнаруживаем аварийное состояние других подразделений колодцев, то в любом случае мы эти колодцы огораживаем, передаем телефонограмму в соответствующие подразделения для восстановления этих колодцев. Что касается наших колодцев, соответственно, принимаем оперативные меры по восстановлению данных колодцев. Ну и, соответственно, после восстановления вокруг этих колодцев асфальтируем. В свою очередь в мэрии говорят, огражденный люк, который занимает целую полосу на пересечении Ленина-Гоголя, отремонтируют до 1 мая. В связи с праздниками пошли на ускорение. Что касается остальных, посмотрим после обещанного уже 1 июня. Мария Костлева, Владислав Ковалев. День с толком.